Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где на ежедневной основе мы размещаем большое количество конкретных торговых рекомендаций по разным финансовым инструментам и общие новостные сфотки, которые также помогают вам, по крайней мере должны помогать в принятии инвестиционных решений. Ну что ж, после вчерашнего брифинга, если посмотреть на те котировки, которые мы видим в моменте, пока что рынок довольно вяло проводит эту неделю, но я думаю, что все изменится и возможно уже сегодня, потому что сегодня на повестке экономического календаря сразу два очень важных релиза. Скажем так, события это пресс-конференции, выступления глав центральных банков, тех инструментов, точнее регионов, за которыми мы следим. А за этими регионами уже стоят инструменты. Во-первых, это выступление Кристин Лагартов в 13.20 по московскому времени. И еще более значимое событие в 18.00 по московскому времени выступление Паула перед банковским сенатом Конгресса США. Это первое выступление в этом году, это первое выступление на посту главы американского, возьмем в кавычки, центрального банка, после того, как его переизбрали. И судя по тому, что сейчас есть в средствах массовой информации, вроде как отдельные тезисы, даже выступления, рыночные предположения, прогнозы, экспертов, аналитиков, даже отдельных чиновников американского регулятора сегодня, Паула будет говорить о сроках сокращения экономических стимулов и, соответственно, ужесточения денежно-кредитной политики. Поэтому мы с вами, которые очень сильно замотивированы, даже настроены на то, чтобы дождаться мощных, бычьих сигналов для доллара и готовы его купить. Уже многие купили. Я, в принципе, по доллару, по индексу американской валюты, уже давно в длинных позициях. Но сегодня как раз есть очень хорошая фундаментальная база, которая может реализоваться и помочь нам, так же, как и тем, кто делает вместе с нами ставку на рост американского доллара, отправить индекс американской валюты выше 96,50. Нужно, конечно же, уже пробивать локальное сопротивление в районе 97,50, потому что только после пробоя этого уровня можно будет с какой-то уверенностью говорить о том, что бычьи ралли продолжатся. Из активов, за которыми мы следим, более-менее вчера хорошо ходил рынок криптовалюты, в частности, биткоин. Лоу 39,646, в частности, первая цель, которую мы ставили 40 тысяч долларов за один биткоин, она реализована. Но у нас изначально была амбициозная, более амбициозная цель – это тест поддержки 30 тысяч долларов. Сначала распродажи, которые начались на рынке криптовалют, связывались с ожиданиями краха дефолта компании «Вергранды», потом Казахстан еще подключился в игру. Но все-таки сейчас, когда весь этот шум, связанный с геополитическими событиями, он проходит, затихает, на передовой все-таки оказывается другой фундаментальный фунт. Это перспектива ужесточения американской денежно-кредитной политики. И с этим трудно поспорить, потому что то ралли, которое мы видели на рынке криптовалют, оно было следствием, в том числе, ралли прочих рисковых активов, когда не только ФРС, не только американская экономика через свой регулятор, но и другие центральные банки мира и страны заливали мировую экономику деньгами. Сейчас это уже как бы в прошлом. И многие центральные банки, кто-то уже начал ужесточать политику, кто-то уже на пороге этих изменений. И как только политика и риторика Федрезерва очень сильно изменилась, и мы начали готовиться к первому повышению процентной ставки, рынок криптовалют перестал расти. Может быть, это совпадение, друзья. Но я не верю в такие совпадения. Я считаю, что здесь есть конкретная причина, следственная связь. И, на мой взгляд, даже текущие уровни по биткоину, несмотря на то, что он восстановился до 42 тысяч, это все равно уровни, которые, может быть, являются высокими для этого актива, с учетом новостного фонда и с учетом предположения того, что на него будет дальше давить именно риторика американского регулятора и перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики. В среду выйдут данные по инфляции, которые, скорее всего, с большой долей вероятности, я позволю себе даже сказать, 99% вероятности, покажут на рост инфляции в Штатах до максимума с 1982 года. И, соответственно, при росте инфляции, конечно же, ФРС точно сделает еще один большой шаг в сторону первого повышения процентной ставки. И если теория тех, кто считает, что рынок криптовалют снижается под давлением именно ожиданий ужесточения монетарной политики в Штатах, если эта теория имеет право на жизнь, то после данных по инфляции рынок криптовалют может оказаться под еще одной волной распродаж. И, кто знает, друзья, возможно, очень быстро увидим и поддержку 35 тысяч, и нашу с вами цель 30 тысяч долларов. В общем, по криптовалютным активам, несмотря на то, что, может быть, я и спорта в настроении криптоэнтузиастам, но есть то, что есть. Я очень хочу подешевле купить отдельные активы этого рынка, но сейчас пока что в отношении большинства из них такой тотальный медведь. По поводу сегодняшних выступлений, я только что отметил, по речи Павла мы ждем жестких сигналов, именно, как говорят, ястребиных сигналов, которые потенциально могут поддержать позиции доллара. Это моя прям ставка на сегодня. Я рассчитываю на поддержку Павла, я рассчитываю на то, что он все-таки не будет отказываться от тех комментариев и слов, которые мы слышали от него ранее, что пришло время решать проблему высокой инфляции и начнет это делать хотя бы через словесную риторику пока что. По индексу доллара ждем 96.50, соответственно, по золоту ставка пока что в шорт сохраняется. Доллар-иена, друзья, здесь длинная позиция, рекомендую ее удерживать, потому что доллар-иена, как я верно отметил накануне, является валютным отражением политики американского регулятора и зеркальным отражением фьючерсов на процентную ставку. После выхода Non-Farm Perls, после протоколов последнего заседания американского регулятора, вероятность, скажем так, трейдеры, которые торгуют фьючерсами на процентную ставку, оценивают вероятность повышения процентной ставки в 70% в марте. Буквально месяц назад эти ожидания, эта вероятность, эта оценка была в районе 20-30%. То есть посмотрите, как резко все изменилось. Авторитетные чиновники американского регулятора Баркин Буллард за то, чтобы в этом году четыре раза поднять процентную ставку. Это еще один мощный бычий сигнал для доллара. Нефть по-прежнему не троган. Ситуация в Казахстане уже практически полностью сошла на нет в плане эскалации, конфликтности и рисков для энергетического сектора Казахстана, и риска для перебоев в поставках 1,6 млн баррелей, за которые отвечает, в принципе, Казахстан. Но какого-то другого фона интересного сейчас нет. Опять же, очень трудно разобраться, что с нефтью будет дальше. Я думаю, что пора ее, конечно же, уже спускать ниже всю энергетическую отрасль и бренды WTI, соответственно, тоже. Но без сделок. Европейская валюта Short. Очень рассчитываю на то, что сегодня Лагард все-таки еще раз отметит, что нет оснований полагать, что в этом году экономические стимулы будут свернуты. И на этом, конечно же, на рынок должна вернуться идея, тактика торговли на контрасте политика ИЦБ и Федрезерва. Ну и по остальным активам, которые, в принципе, мы касались вскользь, тоже новых рекомендаций не будет. Давайте фокусироваться на евро, на индексе доллара, на золоте и на рынке криптовалиб. Тем более, что в целом эти финансовые активы отдельные из них уже принесли нам профит, другие еще нет, но точно принесут. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.